Меня зовут Татьяна Малкина, я педагог, уже с большим стажем. Я веду фортепианный блог в инстаграме Piano Jam, и он полностью вытеснил мой жизненный блог. Но все равно там преобладает 80% где-то музыкальной изнанки жизни преподавателя, музыканта, учеников. Я покинула Москву, переехала в Санкт-Петербург. Найти новых людей нужно было, найти новых учеников, место работы. И единственная школа, которая с радостью меня взяла, это была школа неакадемической музыки. И в основном там была представлена Yamaha P45. И именно так, с уроков, играя, показывая на учениках, я начала привыкать к этому инструменту. Честно скажу, не сразу, конечно же, стала прям фанатом, потому что все равно чувствуется разница между цифровым инструментом и акустическим. А я все-таки закончила консерваторию, и 25 лет я сидела за инструментами акустическими, роялями, фортепиано. И таким образом у меня уже за, ну, где-то пару месяцев сложился позитивный опыт общения с Yamaha P45. И когда только у меня появились свободные деньги, я с удовольствием купила себе домой. Потому что у меня была однушка на тот момент, и мне нужен был компактный инструмент. Мне нужно было, чтобы я могла заниматься днем и ночью, то есть в наушниках. И именно поэтому цифровая модель мне подошла. И так как я работала на P45, то ее я взяла в магазине, естественно, перещупав очень много разных вариантов. Но вот по звуку, по слуху, по прикосновению она мне подошла больше всего. Это был мой первый инструмент, я на нем прозанималась два года. Сделала очень много замечательных записей, она выдержала все мои испытания, даже там Рахманинова. При покупке данной модели я единственное указываю на некоторые нюансы. Первый, это чтобы стойка была не крестовая, а слитная такая, деревянная. Можно приобрести прямо в комплекте, в магазине продается. Потому что крестовая, она не позволяет инструменту нормально зафиксироваться. Он все время ходит ходуном, когда ты там к нему прикасаешься чуть-чуть громче, чем обычно. Поэтому лучше приобретать вот такую слитную стойку, как вот здесь сейчас вы видите, например. И второй нюанс очень важный, это педаль. В комплекте P45 идет такая прищепочка, которая ногой совершенно не ощущается. То есть отрабатывать педаль на ней очень сложно. Она все время переворачивается, уезжает, отъезжает. Кому-то я советую либо прикреплять ее на двусторонний скотч к полу, чтобы она не ездила. Либо покупать сразу в комплект вот такую педаль. Не бойтесь, а пробуйте, воплощайте свои мечты. Потому что настолько сейчас важно в век наших технологий уметь выкроить время для себя, частички для своей души. А музыка это явно душа, это что-то такое святое. Если к этому душа располагает, то нужно обязательно пробовать. Субтитры создавал DimaTorzok